Вот так четко пускают стрелы на открытом чемпионате Хабаровского края по стрельбе из лука. Мишени не дальше 50 метров решетят с завидной точностью на стадионе «Арсенал». Спортсмены могут поразить цели, расположенные и за 90 шагов, а вот дальше сложнее. Эффектные попадания с километра возможны только в фильмах. Когда мы смотрим, когда спортсмены, стреляющие из лука, смотрят этот фильм, где стреляют из лука, ну это смешно, это невозможно так стрелять, ну и так попадать. Однако при уменьшать возможности лука на этом чемпионате никто не собирается. В дальневосточную столицу прибыли опытные стрелки из Хабаровского края, Амурской области и Приморья. Они знают в чем сила их оружия. Спортсмены из Владивостока уверены в преимуществе стрел над пулями. Если брать по точности, то в Владивостоке мы устраивали соревнования совместно с спортивным комитетом Тихоокеанского флота с военными. Мы стреляли с автоматом Калашникова и блочный лук. Ну, блочный лук по точности выиграл. Ну, стреляли стоя, то есть, либо не с колена стреляли, да, или лежа, то думаю, что вполне вероятно, что выиграли бы, да. Ну, вот, по крайней мере, стоя, то есть, точность лучше у лука. Десяточка. У лука есть еще ряд преимуществ, о которых мало известно обывателям. Но о них знает каждый из 50 участников, заявившихся на чемпионат Хабаровского края. Оказывается, занятия стрельбой из лука прокачивают не только руки, которыми действуют спортсмены. Здесь упор идет на спину, при этом сосредоточенность очень хорошо, концентрация внимания развивается, ну, кроме физических данных. Ну, и, как бы, стрельба из лука рекомендуется сопутствующими видами спорта заниматься. То есть, это лыжные лыжи, либо плавание. То есть, то, что развивает хорошо спину. И с такими плюсами о стрельбе из лука в Хабаровске до недавнего времени было мало слышно. Сейчас же этот вид спорта переживает второе рождение. Чемпионаты активно освещают средства массовой информации, желающих заниматься становится больше. Это может быть какой-то первобытный, может быть, инстинкт охоты, не знаю, что-то вот такое. Вот, когда особенно испытываешь удовольствие, когда все правильно получается, стрела летит прямо и попадает в цель. Вот, для меня это просто восторг. Этот турнир – одна из ступеней на пути к большим соревнованиям, таким, как чемпионаты России. Желают дальневосточным лучникам всегда попадать в цель. Павел Игошин и Дмитрий Комков. Программа «Настоящее время».